Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире парламент коренных армян Западной Армении. Баку нацелился на месторождение металла в Армении Дерник Малхасян. Хусейник. История армянского села Доризни. The Washington Post раскритиковал решение он провести КОП-29 в Баку. Пережившие геноцид и удостоившиеся гостеприимства армяне Ливана знают, как протянуть руку помощи подвергшимся актам геноцида в Эгапар Айрапет. Разрушая исторический корень Степанакерта, Баку стирает армянское прошлое города. Находки пещеры Азох перевезены в Баку. Их судьба неизвестна. Армяне Айрапетян. Уважаемый господин президент, я здесь, чтобы представить парламент армян Западной Армении. Коренной народ и нация – это столпы человечества, носители древних цивилизаций, глубоко укоренившиеся духовности, основанные на природе Матери-Земле, предках, наследиях, традициях и культурном самовыражении, также имеющие глубокое уважение к генетическим ресурсам и жизни. Уважение, практическая эмоциональная мудрость подпитывают источники нашей внутренней силы, позволяя нам сохранять закономерность и укреплять нашу выносливость. Скупость, мошенничество, разрушение, геноциды, преступления против человечности, злоупотребление землей и человеческими ресурсами не являются частью культуры коренных народов. Коренные народы и нации борются за мир и благополучие на благо всех. Организация объединенных наций нуждается в коренных народах так же, как коренные народы нуждаются в организации объединенных наций для поддержания и реализации этого антологического идеала. Армяне и Западной Армении, как коренная нация, подвергшаяся уничтожению в результате турецкого геноцида, с 1920 года имеют признанное государство Западную Армению, признанную Верховным Советом союзных и ассоциированных государств США, Бразилии, Аргентины и другими странами, которые также являются основателями Лиги наций. Международные границы нашей страны, установленные официальным арбитражным решением, к сожалению, до сих пор оккупированы. И тем не менее геноцид продолжается. Мы ощутили его в прошлом году, в сентябре 2023 года. Коренные армяне Арцаха были депортированы с родной земли в результате длившегося более 100 лет турецкого геноцида. Именно поэтому сегодня, как никогда, важно, чтобы коренные народы и нации, их парламента и правительство интегрировались в международное сообщество. Также важно, чтобы коренные народы, нации, их парламента и правительство могли делиться своей культурой, языком, традициями и знаниями, обогащая общее наследие человечества. Наиболее важно, чтобы коренные народы и нации, их парламента и правительство поддерживали другие народы в установлении связи с матерью-землей, таким образом восстанавливая связь с человечеством. Следовательно, в соответствии с декларацией прав коренных народов, парламент армян Западной Армении призывает к защите данных принципов и универсальных прав в Совете по правам человека в регионах Центральной Азии и Закавказья, сотрудничая с другими коренными народами и нациями. Спасибо, господин президент. Привлекая специалистов как Азербайджана, так и из других стран. Ранее требовали закрыть золоторудное месторождение Амулсара. Так называемые экологические организации в Азербайджане единодушно борются за интересы своей страны, а именно за разрушение Армении. Вы когда-нибудь слышали, чтобы экологические организации Армении преследовали Азербайджан и требовали прекратить добычу нефти или закрыть рудники? Напротив, так называемые армянские экологи годами охотятся за рудниками металла в Армении. В Азербайджане в основном используют отчеты армянских экологов против горнодобывающей промышленности Армении. Хусейник, армянское село в Вилаэте, Харберт, Западная Армения, расположено недалеко от города Харберт. Село известно своим многочисленным армянским населением, второй по величине населенный пункт провинции Харберт. Особое значение имел подземный переход между селом и крепостью Харберт, играющий важную роль с точки зрения безопасности. История Хусейника приняла трагический оборот в 1895 году. Село и церкви были разрушены и раскраблены. Многие армяне были насильственно обращены в ислам. Катастрофа произошла и во время геноцида 1915 года. Армянское население было депортировано. 4200 человек погибли в пустыне Терзор. Выжившие эмигрировали и поселились в разных странах. Театральная жизнь Хусейника также была примечательной. Актеры местного театра в военной форме и с оружием принимали участие в спектаклях о полководце Андронике, продолжая культурные традиции села даже в сложных условиях. Авторитетная американская газета The Washington Post раскритиковала проведение КОП-29 в Баку, заявив, ООН проигнорировал насилие режима Алиева. Подчеркнув, ООН выбирает принимающие страны на основе инфраструктурных и климатических обязательств, но игнорирует вопросы демократии и прав человека. В третий раз мероприятие пройдет в диктаторской стране. В статье также отмечено, 60 американских законодателей призвали к освобождению находящихся в азербайджанских тюрьмах политзаключенных, в том числе армян. В четверг, 17 октября 2024 года Арам А. Вегапар Айрапет провел онлайн-консультацию. Подчеркнув важность единства и сплоченности ливанских армян, отметил, пережившие геноцид ливанские армяне понимают необходимость помощи согражданам. Вегапар Айрапет выразил удовлетворение единства ливанских армян, призвав продолжать совместное заседание для совместного решения проблем общины. Баку снес исторический район в центре Степанакерта. Дома были построены в конце XIX и начале XX века. Одноэтажные и двухэтажные дома построены из местного белого известняка. Активность экономической жизни в конце XIX века увеличивается. Поселение реконструируется, застройка осуществляется на действующих в Шуши градостроительных принципах. Дома в историческом районе Степанакерта имеют очевидное сходство с историческими домами в Шуши. Основная часть домов была построена армянскими жителями. Разрушая исторический корень Степанакерта, азербайджанская сторона стирает армянское прошлое города. Отметим, еще в конце 2023 года президент Баку Ильхам Алиев в одном из своих выступлений коснулся прошлого Степанакерта. Естественно, искажая преобразование Степанакерта, исторические факты, делая необоснованные заявления Азербайджана о Степанакерте. Азербайджан приступил к работам по преобразованию проспекта воинов-освободителей в Степанакерте. Азербайджанская реконструкция Степанакерта. Баку продолжает процесс деарменизации Степанакерта. Сегодня здания Национального собрания Арцаха и Союза воинов-освободителей снесены. Баку представляет историко-культурный заповедник Тигранакерта как культурный слой времен Панаха. Средневековая базилика представлена как баня Ханна Панах. Об этом во время обсуждения в Национальном собрании на тему уничтожения армянского культурного наследия в Арцахе сообщила специалист по памятникам Армине Айропетян. Историко-культурный заповедник Меликской усадьбы Тоха также имел довольно большой археологический слой, который сегодня находится под угрозой исчезновения. Археологический музей Тигранакерта был перенесен в Армению, однако в археологическом музее Тоха находились около 90 археологических находок, которые остались там. По словам Армине Айропетян, в природно-историческом заповеднике Азох также планировали создать музей. Находки Азоха были в распоряжении экспедиции, предназначенной для демонстрации в музее, который планировали открыть в Азохе. Эти находки также остались в селе Азох, их судьба неизвестна. По нашей информации, они перевезены в Баку. Азох – это не просто армянский культурный слой, это общечеловеческий слой. По вопросу историко-культурного наследия Арцаха необходимо податись к международной суды, подчеркнула Айропетян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!